В этом видео мы продолжим разговор о мульчировании, чем можно заменить траву, если ее не хватает и как лучше это сделать. В предыдущем видео я предложила вам разделить мульчу на два вида по признаку цели огородника. В первом случае целей множество и огородник сознательно выбирает мульчу, которая долго разлагается, чтобы не тратить время в дальнейшем на ее докладку. Во втором случае цель это сохранить или даже повысить плодородие почвы. При этом все перечисленное ранее сопутствует, не являясь целью, а идет приятным бонусом. И в этом случае специально используется мульча, которая быстро разлагается, поэтому и докладывается постоянно. Такой мульчой является свежескошенная трава. Полностью это видео можно посмотреть по ссылке наверху. Свежескошенная и особенно горячая трава действительно разлагаются очень быстро, но не хватает травы для мульчирования. Что делать? Чаще всего такие комментарии пишут жители южных регионов. Это и понятно. Летом в жару трава выгорает на солнце. В любом случае весной трава растет в любом регионе. Только весна начинается в разное время. Бурный рост травы показывает, что почва достаточно прогрелась. И если растет трава, то можно косить и мульчировать. Это очень важно в северных регионах. Там весной не следует использовать прошлогодние запасы мульчи в любом ее виде, пока почва не прогрелась. И трава не начала расти. Это будет ошибкой. Более подробно о других ошибках при мульчировании можно посмотреть по ссылке наверху. Всегда много вопросов по одуванчикам. Пишут, что их нельзя использовать из-за семян. Что даже скошенный одуванчик дает белый пух. Использовать одуванчики не только можно, но и нужно. Это отличная, сочная мульча. Горячая трава из одуванчиков получается очень быстро. Единственное, что нужно, это вовремя их скосить. Если вы косите триммером или ручной косой, то самое подходящее время для покоса, когда одуванчики только начинают раскрываться. Когда вы видите единичные желтые цветы на поле, триммером срезается почти не раскрывшийся цветок на ножке. И если этот срезанный цветок образует белый пух, то семена там не вызревшие. Нужно не пропустить время, не ждать, когда поле пожелтеет. Если у вас косилка с травосборником, то косить можно вот такое желтое поле. Косилка размалывает цветы. И шансов на то, что семена смогут вызреть, тоже нет. Тут главное скосить до того, как появился первый белый цветок. Можно ли мульчировать листьями борщевика? Можно и нужно одевать защитную одежду, перчатки, и чтобы борщевик был маленький, весенний. Подвянуть его и на грядке, или в компост. И польза для земли, и борьба с ним. Я пользуюсь брезентовым фартуком и работаю несколько лет. Кашу постоянно. Не даю ему вырастать и цвести. И заметно уменьшили заросли. Какую траву нельзя использовать для мульчирования? Нельзя использовать для мульчирования траву с газона, обработанного гербицидом избирательного действия. Гербицидом для газона. О результатах применения такой травы можно посмотреть видео по ссылке наверху. Итак, первый слой травяной мульчи положен весной. Слой должен быть потолще. А лучше, если первым слоем будет горячая трава. В этом случае не забывайте одеть защиту на растения. В этом слое уже есть микрофлора. Она будет развиваться, развиваться и очень быстро размножаться. Да, но в южных регионах этот слой высохнет моментально. А травы больше не накосить. Она сгорит в жару. Южане сразу после укладки свежей травяной мульчи укладывают сверху слой долго разлагающейся органики. В первую очередь это могут быть листья, которые запасают осенью. А нижний слой травы будет как закваска для переработки долго разлагающейся мульчи. В нижнем слое размножатся микроорганизмы и съедят верхний слой. Мы, хоть и живем в средней полосе, и трава у нас есть всегда, за исключением засушливых годов, используем этот метод для тех растений, у которых ботва сильно и быстро разрастается. Что мешает в дальнейшем раскладке мульчи? В нашем случае это капуста и кабачки. И это не пушистые листва, это спрессованные за зиму листья, которые пролежали либо в мешках, либо в ящике, размером полтора куба. Ну и кучей можно, если ящика нет. За зиму под снегом листья прессуются и будут отделяться пластами. Весь дальнейший уход за этими культурами будет сведен только к поливам, о которых нельзя забывать, ведь сухая органика не будет разлагаться. И, конечно, не нужно забывать собирать урожай. У нас травы хватает, поэтому мы не используем листья на помидорах. Но это не значит, что так делать нельзя. Можно. Что касается перцев, то им, как и баклажанам, все-таки лучше перед закладкой листьями положить два слоя травы. И не забывайте, баклажанам, а особенно перцам, нужно много поливов. Можно ли использовать листья грецкого ореха? Я подобрала комментарии об использовании листьев ореха. Кому интересно, может нажать на паузу и прочитать. Я прочитаю часть этого комментария. У меня три дерева, которым лет, наверное, за 30. И у каждого моего соседа постолько же. В листопад все складывают в кучки. И звонят. Или приходят. Интересуются, буду ли в этом году брать или нет. Буду. Уж очень люблю ореховый опад. И лист не мелкий, и по толщине приличный. Все страшилки о листьях грецкого ореха из-за юглона. Юглон, который содержится в орехе, может оказывать угнетающее действие на ряд растений. Но в то же время является антисептиком. Почему зрители канала не видят отрицательного влияния юглона? В зеленых листьях ореха содержится 1% юглона. В два раза больше в кожуре. А максимальное его содержание в цветах и цветочных почках ореха. Но ведь мы не собираем цветы и почки для мульчирования. Мы убираем осыпавшиеся листья осенью. В осенних листьях юглон, если и остается, то сотые доли процента. Кроме того, юглон быстро разлагают почвенные микроорганизмы. Юглон также содержится в корнях ореха. Поэтому не рекомендуют делать грядки с овощными культурами непосредственно под деревьями ореха. У кого есть такой опыт, напишите, пожалуйста, в комментариях. Можно ли использовать листья дуба? Да, использовать можно. Эти листья я использую постоянно. Эти листья вот уже лет 10 привозят наши соседи. Не нужно бояться страшилок о том, что благодаря дубильным веществам листья будут долго разлагаться. Если вы еще не успели совсем убить почвенную микрофлору, то все прекрасно разлагается. А если уж потравили всех, то любая другая листва разлагаться не будет тоже. Листья дуба используют и многие подписчики канала. Это комментарии подписчиков. Я прочитаю только некоторые. Я забрал 50 мешков дубового опада. Потом прочитал, что это неподходящий материал для мульчи. Очень горевал, что навалил на грядке по 70 сантиметров этого нетленного бетона. Каково же было мое удивление, когда по весне я с трудом обнаружил остатки этой листвы. К средине лета и след простыл от дубовой листвы. Листья дуба у меня перепрели за лето в грядке. От соседей слышала про дубовую листву. Засомневалась, так как не обнаружила ни перепревших дубовых листьев. Как в поговорке «Доверяй, но проверяй». Можно ли использовать листья тополя? Не знаю, чем провинился тополь. Мы каждый год собираем с мужем тополиные листья, так как защитная полоса из них. Моя мама, сколько себя помню, делала парник из опавших листьев тополя. Докладывала каждый год. Все комментарии, которые я использовала, можно прочитать в видео по ссылке наверху. Можно использовать любой листовой опад, из плодовых деревьев в том числе. Что еще можно положить поверх скошенной травы? Можно использовать солому или сено. Сено более питательнее, чем солома. Но покупное сено почти всегда с семенами. Не забывайте об этом. Листовой опад, сено, солома – это та мульча, которая разлагается медленно. Мы увеличиваем скорость разложения двумя способами. Во-первых, мы раскладываем по поверхности, а не укладываем кучей. Если положить кучу листьев, сено, солому, то разложение будет идти несколько лет. Раскладывая по поверхности грядки тот же объем и даже без слоя травы, мы увеличим площадь соприкосновения с почвой. Значит, процесс работы бактерий пойдет быстрее. Во-вторых, уложив нижним слоем траву, мы даем старт для быстрого развития и размножения микрофлоры, которая впоследствии съест и листья, и сено, и солому. Внимание! Это важно! Если в южном регионе у вас появилась возможность достать еще травы, то в этом случае ее лучше положить под слой листвы, сено или соломы, тогда она не пересохнет. Если вы видите, что сено или соломы, листового опада остался тонкий слой, то, конечно, докладываем и сверху. И не забываем про поливы. Никто не ест сухомятку. Как еще ускорить разложение органики? Еще один способ размножить полезную микрофлору при недостатке свежей травы, это полив медленно разлагающейся мульчи травяной бродилкой. На бродилку найти травы несложно в любом климате. Бродилкой поливаем прямо сверху по мульче, и неважно, сено это, солома или листья. Травяная бродилка – это в первую очередь полезная микрофлора, которая будет разлагать мульчу. Еще можно тонким и очень тонким слоем раскладывать навоз или бродилку из навоза под мульчу. Вот и аналог подкормки. Но в данном случае это не подкормка растений, а опять-таки же подсадка бактерий и среда для их размножения. Использование М-препаратов для быстрого разложения мульчи. Обратила внимание на то, что не использовала никакие покупные гуматы, байкалы. А ведь урожай-то гораздо выше, чем в прошлом году. Проанализировав, поняла, свежая и особенно горячая мульча не только заменила полностью, но и превысила действия магазинных помощников. Я никогда не использовала М-препараты, но не потому, что сомневаюсь в их качестве, а потому, что своя рубашка ближе к телу. Видео, как отличить личинок майского жука от личинок бронзовки можно посмотреть по ссылке наверху. Свои местные помощники. Это всегда надежнее, чем неизвестные залетные. Если участок маленький и своей травы не хватает. Короче, поехали мы за мульчой. Чуть-чуть так вот пришли. А нету дома мульчи. Выехали за город. И вот тут вот так вот лужок. Косанули. И что у нас получилось в итоге? А в итоге у нас получилась наша кобылка навьючена по полной. Скотч всему голова. Я надеюсь мы доедем. Здесь у нас. Вон там у нас мешок. И сзади у нас 5 мешков. Вот короче сколько у нас получилось мешков. За раз. Ну за час. За час да раз. Где-то за час мы так вот туда-обратно скатались. Накосили. Сегодня хочу показать обзор своей чудо-дробилки. Или травоизмельчителя. Или сеноизмельчителя. Кроен он из ведра. Ножи от триммера. Ну примерно как-то так. Пару минут. Получается вот такая вот масса. Эта масса быстро загорается. Быстро становится горячей травой. И ее закладывать хорошо в теплицу. И посмотрим что эта машинка делает с этими боделями. И как можем наблюдать она его брызет очень-очень-очень хорошо. Ссылку на видео о том как устроен измельчитель я оставила внизу под видео в описании. Чем еще можно мульчировать в регионах где не бывает зимы. Город Сочи. Нашел неожиданное применение бананам. Оказывается из них очень хорошо готовить компост в сочетании с листьями собранными в лесу. А также оказалось что их листья поскольку они широкие довольно неплохо подходят для мульчирования грядок. Хорошо сохраняют влагу. Это те бананы что растут рядом с домом. А вообще посадил еще 50 квадратных метров, где-то 40 штук, для расширения объема на следующий год. Обычно в компост бросают яблоки, которые собирают в саду испорченные. Но у нас яблоки не растут. Поэтому нам приходится бросать фейхуа. Можно ли использовать опилки для мульчирования? Большой урожай перца. Что нужно сделать для этого? Урожай на глине в первый сезон. Морковь ранняя и поздняя. Два способа в одном видео. Всем хороших урожаев. С вами была Наталья Сморчкова. Канал и сайт ВОГОРОДЕ ПРО. Субтитры сделал DimaTorzok